Проверка показала, что отчеты о покосах травы и борщевика в Кирове явно приукрашены. Сегодня наша съемочная группа устроила рейд по местам зарослей, на которые две недели назад поступало много жалоб от кировчан. Например, у 47-й школы раньше переживали только жители, в основном за детей, которые играют на школьном стадионе. Теперь взбунтовались уже и коммунальщики. Вот, ну, видишь, где? Ага. Вот если прямо там вот люк, как лезть туда? Так и лезешь. Специалистам кировских коммунальных систем борщевик мешает добраться до колодцев, чтобы проверить исправность работы системы холодного водоснабжения. Заросли борщевика высоту достигают уже как минимум двух метров. И даже визит ответственных лиц на место, кажется, нисколько эти заросли не напугал. По телевизору новости показывали, вот Октябрьская компания еще, директор проходил у нас. Никакой реакции, вот мы приезжаем, вот, как говорится, нас, ну, редко дома бываем. Приезжаем, так вот, вот, как вот, была вот эта система, так и осталось все. Никто не убирает ничего. А это территория у 48-го детского садика. Некушные трава образуют узкую тропинку, по которой каждое утро и вечер вынуждены ходить родители с детьми. Здесь можно запросто споткнуться о стебли цикории или вовсе заблудиться. Заведующий детским садом говорит, что на своей территории они траву косят, а за забором не их земля. Ну, посмотрите, вот эта территория, она совершенно нам не принадлежит. Здесь вообще не косили ни разу? Ни разу не косили? Нет. Вот здесь вот, видите, косили, репей оставили, а вот эту территорию вот здесь вообще никто не косил никогда. Проблемные места, как и две недели назад, можно наблюдать также на северосадовый, где борщевик посигнул на урожай, около спорткомплекса «Дымка», вдоль южного обхода Кирова, еще в десятках местах. Но, несмотря на это, руководитель дирекции дорожного хозяйства Альберт Готнов на днях отчитался, что приказ главы администрации города об ускорении кошения травы в Кирове даже перевыполнен. Работники не только выполнили план, но и отреагировали на жалобы. И, кажется, глава администрации ему тогда поверил. Артем Паникаровский, Константин Кузнецов, Иван Деров, информационный канал «Город».